Капля 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 Главная мысль, когда мы с вами становимся теми людьми, которые во Христе, мы получаем право на наследство, которое Господь приготовил для каждого из нас. Это не просто в нашем человеческом понимании наследства, когда умирает кто-то из предков и завещает тебе имущество. Нет. Здесь речь идет о том, что вечный Бог каждому из нас что-то приготовил. Какие-то дары, какие-то таланты, какие-то ресурсы, которые будут приходить в твою жизнь. Когда ты становишься тем, у кого есть право на это. И да, возможно, это звучит немножко юридически, но так оно и есть. Когда ты становишься христианином, ты получаешь удел, ты получаешь часть, ты получаешь добрую такую, знаете, получаешь такую хорошую, утрясенную, наполненную долю от Бога. Он что-то приготовил для тебя. Я не знаю, что, потому что я уверен, что вот эти наследственные части, которые дает Господь, они абсолютно индивидуальны. Каждому из нас Бог уделяет собственный удел. Для кого-то это ресурсы, для кого-то это таланты, для кого-то это что-то иное. Но каждый, принявший Иисуса Христа, обязательно получит это наследие. И знаете, что меня восхищает еще больше, чем вот кусок чего-то, что я получаю в Боге? Наследник – это не просто человек, получающий материальные или какие-то духовные или душевные блага. Наследник – это человек, которого Бог признал своим, можно сказать, родственникам. Это человек, который не безразличен Богу. Это тот, кто не просто проходящий мимо. Это человек, на которого Бог обратил внимание. Поэтому, когда ты во Христе, ты важен, нужен и драгоценен для Бога. Ты его наследие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok